Власти Севастополя списали недостроенный ледовый каток в загородной балке. Соответствующее постановление приняли в понедельник на заседании правительства. Еще в прошлом году власти заявляли, что каток не отвечает требованиям безопасности и достроить его невозможно. Ледовый дворец планировали демонтировать, чтобы начать на его месте строительство новой арены. Но только сейчас Дирекция капитального строительства получила разрешение на списание пришедшего в негодность спортивного сооружения с искусственным льдом. По реакции Дмитрия Овсяникова понятно, что виновным в затягивании сноса недостроя он считает недавно уволенного исполняющего обязанности заместителя губернатора Михаила Домиденко. Целый год уже товарищ у нас Михаил Васильевич голову морочил. Экспертиза есть, что нельзя достраивать? Все есть. Понятно. Все необходимо спросить нечем. Вопросы, замечания принимаются. Напомним, после строительства новой ледовой арены в загородной балке ее планируют включить в состав спорткомплекса 200-летия Севастополя, который также ожидает реконструкция. Общая стоимость проекта более полутора миллиардов рублей. Старт работ запланирован уже на этот год. Продолжение следует...